Привет всем, мы начинаем финал этого интереснейшего турнира Delicatester Cup или как он там называется с вами Иван и сегодня в этом несомненно интереснейшем финале встречаются команды OAK и Альянс, я уже сказал что меня зовут Иван, собственно говоря начнем смотреть эту игру, OAK сегодня выступает в своем классическом составе Тема, будем говорить реверси, Рональда и Слендермен, за Альянс играет Денис, Кататак, Андрей и Егорка, что можно сказать, обе команды шли к этому финалу достаточно уверенно, Альянс по уму потерпел только одно поражение в этом турнире, а у OAK тем более вообще ни одного поражения и в принципе обе команды могут чем победить, но посмотрим что из этого выйдет. Собственно говоря прошла только минута и пока никакие выводы естественно делать не будем, команды будут сейчас наверняка присматриваться друг к другу, шайбу у каков синие команда, а синий это у нас Альянс как раз, дальний бросок мимо, шайба на фланге, можно сделать передачу в центр, но передача идет скорее к защитнику, непонятная передача обратно от Кататака, вперед, можно ввести и промахивается защитник по шайбе, но успевают накрыть игрока красной команды, он немного потерял шайбу и не смог уйти в один в один, хотя все возможности у него были это сделать. Напомню немного о регламенте, если можно вообще это слово применять к данному турниру, матч будет только один и кто победит в этом матче, тот собственно говоря и выиграет с позволения назвать турнир. Шайба в зоне красной команды, но отбиваются пока у Аковцы, достаточно уверенно. Прошла где-то половина уже первого периода и могу сказать, что чуть-чуть больше шайбы владеют на кратии альянса и, правда, до опасных моментов еще не доходило, но, скажем так, они были чуть-чуть ближе, наверное, к тому, чтобы его создать, но пока это все исключительно выглядит в теории, а ничего опасного, ну вот, пожалуй, первый такой более-менее опасный бросок по воротам, но шайба пролетела мимо, причем достаточно далеко мимо. И снова небольшой провал в обороне, но на этот раз вратарь очень уверенно перехватывает эту шайбу. И обратно шайба едва ли не доходит до того же самого красного игрока, нападающего, но из этого уже ничего опасного не вышло, потому что этот красный игрок уже вышел из зоны, из той зоны, в которую летела шайба. Дальний бросок, что-то типа такого. Маталь спокойно эту шайбу отбивает. Пытаются замутить что-то игроки Альянса в чужой зоне, обратите внимание, не все на одной стороне сейчас находятся. Это Егорка, похоже, а может Кататаку, мне просто отсюда не видно. Шайба вратаря. Денис, наверное, стоит на воротах, аккуратненько он отдает пас на Кататаку, но он замешкался, замешкался и прорывается к воротам, это реверси похоже. Передача хорошая какая, передача, и чуть-чуть не замкнул эту передачу нападающей, ему чуть-чуть не хватило, шайба просвистела мимо дальней штанги. Паратаря разряжает обстановку и немного заигрались игроки у Ак в атаке, но повезло, что нападающий синей команды не смог как следует обработать эту шайбу, можно бросить, но почему не оставил шайбу то игрок, синей команды еще и потерял ее, но нельзя так играть, мог бы оставить и пробил бы один из игроков синей команды поворотом. Хорошо сыграл, но неудобная была передача для приема, тут, наверное, соглашусь. Кататак не смог обвести защитника, передача на фланг, но шайбу отнимает свой же игрок, можно бросить с острого угла, но он пытается обвести зря, зря. Надо было отдавать в центр чужой зоны, там находился свой игрок и это было бы более опасно, чем что сейчас вытворил, так сказать, игрок нападавший. Прошу прощения, то что я говорю не связано, потому что о матче было объявлено буквально там за 20 минут до его начала, но, собственно говоря, не суть важно. Счет 0-0 после первого периода, на мой взгляд, шансов пока, ну не шансов, скажем так, Альянс пока владеет преимуществом, как минимум владение шайбы и более грамотно комбинирует. Но самый опасный момент, как ни странно, был как раз у ОАК, поймали они на контратаке, там, по-моему, реверси прошел по флангу, отдал на пятак и немного не хватило там, чтобы замкнуть эту передачу, чтобы шайба пролетела на оборот. Неудачно сейчас играют два игроков в красной команде, но, собственно говоря, ничем опасным это не закончилось. Я так понял, замена произошла в команде Альянс, вместо Андрея вышел Конь, скажем так, Кона. ОАК. Разыгрывают шайбу от своей штрафной, но опять передача в никуда абсолютно. И снова провал, на мой взгляд, но нет, нет, все закончилось благополучно. И сразу все со страхом побежали от игрока с шайбой. Тут они наоборот бегут на игрока с шайбой. В общем, пока ничего не понятно, но ничего опасного ни с той, ни с другой стороны не случилось. Альянс начнет сейчас атаку. Передача достаточно рискованная, но риск оправдался. Передача прошла. Надо было давать на ход. Ну, тут глупость, конечно, сделал. И еще одну, на мой взгляд, делает глупость. Но, слава богу, все обошлось. Дальний бросок. Гол. Ну, исправился. Игорка, на мой взгляд, он там немного зря завел вот этот дриблинг. Но дальний классный бросок исправил ситуацию. Счет 1-0 в пользу Альянса, собственно говоря. Альянс сейчас побежит наверняка отыгрываться. Вот опасный бросок, но он не летел низом. И вратарь, в принципе, не сильно напрягался, чтобы его отбить. Вот сейчас нет, нет, ничего опасного. Ничего опасного у ворот синей команды. Игорка. Передача в касание. Неплохо задумывал, но подвело исполнение. Шайбу перехватили. Обратная передача. На этот раз уже атака ОАК, но тоже ничего опасного. Без защиты сейчас опять играет Альянс. Обратите внимание, любая потеря, вот, например, вот такая, может привести к опасным последствиям. Но для Альянса сейчас благополучие все заканчивается. Да еще и Егорка очень здорово сыграл и бросил вах мимо чуть-чуть. Хотел сказать, что Егорка играет свой последний матч за Альянс сегодня. Он переходит, если ничего не изменится, за Нортиков. А Тема играет тоже свой последний матч за ОАК. Он переходит в Собернот. Опять же, если никаких. Не будет проблем. Ну, вроде ничего не предвещает беды. Вернемся к матчу. Шейба у игроков ОАК. Ничего опасного снова не получается. ОАК пока не получается вообще ничего, честно говоря, в атаке. Вот, кроме того момента дальнего броска... Вру, не дальнего броска. Замыкание с пятачка. Ничего опасного у ворот Альянса пока ОАК создать не смог. А Альянс как раз наоборот. В принципе, ну как наоборот, тоже ничего опасного не создает, но на мой взгляд они владеют преимуществом как территориальным, так и игровым. Они более... Не скажу, что хорошо, я скажу, что они более грамотно играют позиционно, скажем так. Ну, иногда все равно, я уже замечал, оставляют без защиты, особенно в атаке. Убегает защитник, но его никто не страхует. Разворачивается нападающий. Ничего пока не получается у ОАК. Смотрите, опять потеря. Снова контратака. И можно бросить, если это Егорка. Он может бросить отсюда, но как-то совсем слабенько. Просток штанга. Прощает сейчас игрок синей команды Альянс. Прошу прощения, ОАК. Опасный прорыв. Успеет, наверное, защитник, да, очень хорошо сыграет. Не успеет, наверное, только синий игрок на эту шайбу. Борьба. Можно отдать. Ну, долго возился с шайбой, нельзя так. Игрок синей команды. Вратарь синей команды с шайбой. Отдает передачу на фланг. Ничего опасного. Вот сейчас могло получиться опасно, но немного не успел нападающий Альянса за этой шайбой. Что ж, второй период у нас подходит к концу. И ОАКам надо что-то делать, потому что у них пока ничего не получается. В атаке это не та команда, которая играла в групповом этапе и разрывала всех и вся. Вообще у них, честно говоря, сегодня ничего не получается. 1-0, Альянс впереди, но пока вообще ничего не понятно. Это понятно, это ясно то, что в этой игре можно забить и 4-5 шайб буквально там за 3-4 минуты. Так что все самое интересное впереди. Альянсу сейчас главное не потерять голову и спокойно играть и поймать на контратаке ОАК, например. Вполне это возможно, имея такого техничного игрока, как Егорка, да и Кататак. Они могут решить исход этой встречи в свою пользу. Ну, у ОАК есть реверсия, например, который, несмотря на то, что иногда заигрывается, может тоже забить важную шайбу. Вот можно бросить, Егорка очень в опасной позиции бросает. Ой, ну что творит вратарь? Что творит вратарь сейчас? Ну, это вообще абсолютно не опасный бросок. И шайба достаточно красиво проскативает под клюшку вратаря. Зачем он прыгнул? Ну, непонятно. Втроем бегут в атаку игроки ОАК и получают контратаку в свои ворота. Ну, соответственно, выход один на один. Это Кона. Момент. Эх, ну как же так? Добивание мимо. Ну, мог сейчас решить исход встречи, а так немного оттягивается это. И вот, смотрите, какой провал уже в исполнении игроков Альянса. Вот так. Деликатесстрадер в простонародье Реверсе. Отыгрывает одну шайбу и может сейчас собраться ОАК, наконец, и показать хорошую игру, наконец-то. Сталкиваются два игрока Альянса в своей зоне. Очень опасно. Пошли, пошли ОАК вперед. Почувствовали запах крови, скажем так. Дальний бросок. Мимо совсем неудачно. Ой, как вратарь уснул чуть-чуть и упустил шайбу с пятака. Момент. Можно выйти один на один. Хватит? Нет, не хватает немного по скорости. Он вроде шел чуть-чуть быстрее, но все равно успел игрок красной команды выбить эту шайбу. А вот сейчас может уже очень опасно быть. Нет. Снова защитник успеет первым. Остается буквально три минуты до конца. Пока, скажем, третьего периода. Дальний бросок. Мимо совсем. Вратарь не успеет. Не успеет Вратарь, но ничего опасного. Из этой ситуации игроки ОАК выжить не смогли. Передача в борьбу. Егорка промахивается по шайбе, но и Тема не попадает по этой самой шайбе. Егорка перехватывает шайбу у защитника. Ну, надо было отдавать в центр. Но он сыграл лучше. Лучше. Можно бросать. Кона. И опять запарывает он свой момент. Передача. Ну, так. Очень опасно было. Если бы сейчас не успел. Ой. Клюшку попадает в Вратарю. После броска еще один бросок. Вратарь хорошо очень играет сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, какой момент. И совсем глупая ошибка. Тема, Тема может забить. Довелся. Очень долго он вел эту шайбу. И не попадает сейчас. Кто там был? Не знаю. Бросок. Вратарь спасает. Ох. Да уж. Тема очень долго вел шайбу. У него успели ее выбить. Потом кто-то добивал. Потом еще кто-то добивал. Штанга, по-моему, сейчас спасает. Или Вратарь даже спасает. Непонятно. Опасно. Бросок. Ох. С трудом. С трудом Вратарь. Отбивает эту шайбу. И. Ошибка Вратаря. Но подчищает эту ошибку. Защитник минута буквально до конца третьего периода. Снова УАК идет вперед. Уже втроем. В принципе, терять нечего. Дальний бросок. Штанга. Какая напряженная концовка нас ожидает. Снова не сумели освободить зону. Выше. Выше бросок. Идет. Нужно выбивать. Нужно спокойно выбивать. Да. Что, собственно, и делает Альянс. Бросок мимо ворот. Вратарь очень далеко отпустил от себя шайбу. Что-то не то творится у ворот обеих команд. 23 секунды остается. Нужно просто выбивать шайбу Альянсу. Что, собственно, они сейчас и делают. Но подхватывает ее защитник. 17 секунд. Тема, бросок. Вратарь спасает. Вот так вот. Да уж. 8 секунд. Ну, надо просто вбросить шайбу. Да. Собственно, все. Альянс выигрывает этот турнир. Не могу сказать, что игра была очень интересной. Хотя нет. Как раз наоборот могу сказать, что игра была очень интересной. Достаточно напряженной. Концовка вообще действительно показала очень напряженную, интересную и невероятный финал в какой-то степени. Действительно, в конце, на самых последних секундах вратарь спас. Ну, собственно, все, наверное. Альянс выигрывает этот турнир. ОАГ занимает второе место. С вами был Иван. Приятных среды.